Кто такая Мария? Мария родила Иисуса 2000 лет назад в Вифлееме и была рядом с сыном всю жизнь. Она была с Ним в детстве и молодости. Присутствовала при Его первом чуде на свадьбе в Кане. Она была одной из женщин, стоявших под крестом. После воскресения вместе с апостолами наполнилась Святым Духом. Мария, таким образом, всегда рядом. Ее жизнь была сосредоточена на Иисусе. На Иисусе сосредотачивается также все то, что Церковь говорит о Марии. Ведь четыре мариологических догмата на деле оказываются очень христологичными. Первый называет Марию Матерью Бога. Это название, однако, говорит нам намного больше об Иисусе, чем Марии. Ибо кто такой Иисус? Он не обычный человек. Он второе лицо Святой Троицы, принявшей нашу человеческую природу. Иисус есть истинный Бог и истинный человек. По этой причине мы можем назвать Марию Матерью Бога. Не потому, что вечный Бог мог иметь Мать, но потому, что Тот, Кого родила Мария, является истинным Божественным лицом. Титул Матери Бога, таким образом, говорит об Иисусе, о том, кто Он. Аналогично и со вторым догматом, в котором говорится, что Мария всегда была Девой, до, во время и после рождения Иисуса. Что это говорит об Иисусе? Так как Иисус родился от женщины, это означает, что Он истинный человек. То, что зачатия и рождение были чудесными, свидетельствует о том, что Иисус является также Богом. Таким образом, догмат о девственности Марии указывает на ту истину, что Иисус есть истинный Бог и истинный человек. Третий мариологический догмат также относится к Иисусу, но не так, как могло бы нам казаться. Он говорит о непорочном зачатии. Эта доктрина не относится, однако, к тому, что Иисус был зачат от Духа Святого, без участия земного Отца. Непорочное зачатие означает, что Мария была сохранена от всякого греха, также и от первородного, уже в момент своего зачатия. Только появившись в утробе своей матери, она уже была преисполнена освящающей благодатью. Поэтому ангел обратился к ней со словами «Радуйся, Мария, благодати полная». На самом деле эта полнота благодати имеет свой смысл. В Ветхом Завете для изготовления ковчега использовался только самый ценный материал. Ковчеги хранились и скрижались с десятью заповедями, а это не что иное, как высеченное в камне Слово Бога. А кто такой Иисус, если не Слово Бога, которое стало плотью? Поэтому, естественно, чтобы и Он пришел в мир в ценном и непорочном сосуде. Этим сосудом была Мария, и Бог сделал ее непорочной, то есть свободной от греха и полной благодати. В-четвертых, Церковь учит, что Мария была взята на небо с душой и телом. Как и в предыдущих догматах, эта привилегия – следствие особого материнства Марии и связанных с Ним даров благодати. Все учение Церкви о Марии тесно связано с Иисусом.